Вы так мечтаете об Ичкерии, но переместить вас в Афганистан и Сирию вы зайдете с ума, любуйтесь цветущей Чечне. Но я убежден, что рано или поздно мы придем, то есть мы этот этап пройдем, многое исправим. Если это не мы, именно не наше поколение, это будет следующее, может быть следующее за ним. И Кадырова, его власть, представители его иерархии, они пришли, они не могут сказать, так, стоп, подождите, война в наши планы не входила. Мы вообще-то тут хотели инвестиционный климат у себя наладить, вон Ахмад Тауэр нам нужно было построить, нам нужно было привлечь инвестиции. Как считаешь, есть ли какие-то грехи у чеченского народа, за что Всевышний Бог так сильно наказал и возложил тяжелые испытания на чеченцев? В целом, Кавказ, или это цена за расхождение во мнении со злом? Мы далеки от идеала, и чеченцы, и кавказцы в целом, но как нужно вообще, ну как я, по крайней мере, к каким вещам отношусь? Все это является какими-то этапами в развитии любого народа. И есть ли у народа какие-то грехи? Конечно, есть. Коллективные или отдельные, да, все это есть. Посмотрев недавнее наше прошлое, мы находим там очень много таких моментов, за которые мы понимаем, что нужно за это нести ответственность. Конечно же, те испытания, которые Аллах посылает на человека индивидуально и на общество в целом, это всегда связано с тем, что приобрели руки этого человека или этого общества. Поэтому все это, безусловно, является справедливостью Всевышнего Аллаха. Но как этому нужно относиться? То есть это типа наказание, и вот мы теперь все, мы наказаны, либо это воспринимается как испытание, путем которого Господь миров хочет исправить общество. Вот я все-таки сторонник второго. Мы должны понимать это все как испытание, мы должны это анализировать, исправлять свои ошибки и индивидуально, и коллективно. И в конечном итоге мы все равно к этому придем. Просто как долго мы будем это делать? Какие успехи у нас сейчас в этом направлении? Ну, я, да, не скажу, что мы успешно исправляем ошибки, что мы в целом вынесли какие-то уроки. Нет. К сожалению, я не могу это пока сказать. Но я убежден, что рано или поздно мы придем, то есть мы этот этап пройдем, многое исправим. Если это не мы именно, не наше поколение, это будет следующее, может быть следующее за ним. Но в любом случае все эти этапы, они будут пройдены. Обратного пути у чеченцев нет. То есть какой-то ассимиляции, превращения в россиян, каких-то таких среднестатистических. Я думаю, что этого пути нет. Чеченцы все равно уже сформировались как нация. Нас не смогли ассимилировать, уничтожить нашу государственность, нашу национальность. Уничтожить ее не смогли ни высылкой, ни этими войнами. Это, наоборот, нас укрепило. И даже находясь под оккупацией, мы сегодня сохраняем все признаки государственности и национальности. Поэтому обратного вот этого пути, я думаю, у нас нет. Все равно мы будем развиваться только в этом направлении. В направлении отдельной государственности и отдельной национальности. Вы так мечтаете об Ичкерии, но переместить вас в Афганистан и Сирию вы сойдете с ума. Любуйтесь, цветущий Чечняк. Дорогой Роман Ше, зачем нам нас перемещать в Афганистан или в Сирию? Мы хотим к Чечению. Почему вы пытаетесь постоянно привести как доказанный факт, неизбежность, что Чечение вне России, это Афганистан, Пакистан, Сирия. То есть, какие-то плохие примеры, Ирак вы приводите. Почему? Почему не Малайзия? Почему не Арабские, Огненные Арабские Эмираты, например, не Катар? Почему не Швейцария по ландшафту подходит? Почему именно вот какие-то плохие примеры? Почему Швейцария без России может жить и процветать? Тоже не имея, кстати, выхода к морю. Очень похожее у нас положение со швейцарцами. Географически. В целом, очень мы похожи. И вот почему Швейцария может, а мы не можем. У нас должна быть Сирия, а не Швейцария. Почему? Почему вы в нас не верите? На самом деле, я, конечно, понимаю, что есть реально перспектива развития как в одну, так и в другую сторону. И, конечно же, нужно всегда учитывать, что риск того, что мы можем скатиться, он, конечно, тоже имеется. Но гораздо больше, если вот анализировать, трезво подойти к этому, без всякой предвзятости, то гораздо больше шансов развиваться. Потому что потенциал есть. Как минимум, есть все для вот этого хорошего стартапа. В принципе, есть сохраненные все необходимые признаки государственности. То есть, мы же не из ничего пытаемся что-то построить, а у нас это все уже есть. И для того, чтобы развивать экономику, чтобы развивать образование, науку, чтобы все эти моменты производства поставить, создать хороший инвестиционный климат. Все эти нюансы у нас, они есть, если нет какого-то давления от какого-то крупного соседа. Когда тебе не нужно там где-то согласовывать инвестиционные проекты, экономические какие-то реформы, законы ты можешь принимать выгодные для себя, а тебе не нужно смотреть, они противоречат, не идут ли они в противоречие с Конституцией России. И понимаешь, у чеченцев гораздо больше, на самом деле, шансов, если вот объективно посмотреть, шансов развиваться, если нет вот этого вот сдерживающих вот этих вот факторов в виде России, ее законов, ее Кремля, ее населения, ее войн, которые они развязывают, этих санкций, которые на них возлагают. Это ведь все на нас отражается, а ведь всего этого бы не было, если бы мы сегодня не были оккупированы Россией, никакие санкции бы сейчас чеченцы на себе не испытывали, никаких проблем с передвижением у чеченцев бы не было, потому что они бы не передвигались российскими паспортами, которые стали токсичны сегодня во всем мире. То есть, наоборот, у чеченцев были бы все шансы для того, чтобы развиваться. Но в то же время риски, конечно, они неизбежные, они всегда будут, но это уже была бы наша ответственность, если бы мы скатились на уровень каких-нибудь там африканских плохо развивающихся стран, банановых стран, как их называют, то это была бы наша ответственность. Мы получили бы этот результат ввиду собственных каких-то неправильных действий, а не потому, что в Кремле что-то неправильно сделали, не потому, что Кремль куда-то там напал, развязал войну, не поэтому. Мы бы получили бы и сами бы несли за это ответственность, то есть для нас это и психологически это было бы гораздо легче. И мы бы сами могли, имели бы возможность это все поменять. А сейчас мы не можем этого сделать, потому что мы находимся в оккупации, Кремль начинает войну, мы не можем сказать, ну не мы конкретно, я-то могу, но допустим Кадыров и его власть, представители его иерархии, они пришли, они не могут сказать, так, стоп, подождите, война в наши планы не входила. Мы вообще-то тут хотели инвестиционный климат у себя наладить, вон Ахмад Тауэр нам нужно было построить, нам нужно было привлечь инвестиции, у нас нет денег на строительство. И война, которую вы развязали, она явно не способствует тому, что эти инвестиции будут привлечены, поэтому мы как бы, мы пас, в этом не участвуем, давайте расходимся. Они не могут это сказать, они обязаны в этом во всем участвовать, поэтому, к сожалению, для кого-то к сожалению, для кого-то к счастью, Чечня, будучи независимой, имеет гораздо больше шансов на развитость, на хорошую экономику, социальную сферу и все остальное, чем будучи в составе, будучи оккупированной Россией. Субтитры создавал DimaTorzok